Братья и сестры, мир вам! Когда-то в годы юности услышал такую мысль, что люди, занимающиеся науками, не одинаково нравственны благодаря своим наукам. То есть, например, люди точных наук, они более принципиальные и последовательные. А гуманитарии часто имеют возможность вот так вот, значит, вилять, колебаться с линией партии. Потому что в математике дважды два всегда четыре, а в истории, например, там, политологии, каких-нибудь еще гуманитарных науках, которые на слуху и которые формируют нынешние тренды или пасутся на них, там непонятно. Там Ленин очень хороший, там Ленин ужасно плохой, там капитализм загнивает, там капитализм, значит, наше все. И они поэтому колеблются, эти наши гуманитарии. А еще поскольку Господа Бога многие не знают вообще. Поэтому у них есть возможность быть страшными конъюнктурщиками. И на этом, на этой слабости, конечно, пасется враг. Дело в том, что если гуманитарная школа, например, размоет границы добра и зла в сознании учеников, там, школы, вузов, если мы потеряем историческую связь, значит, забудем все, что было, или неправильно поймем то, что было, и неправильно оценим современность, вот, то мы потеряем народ. Мы сгнием с головы. А как у Курта Ванегута пишется в одном из романов, что вообще европейцев он там называет устами одной малазийки, креветками, ибо у креветки, извиняюсь, значит, дерьмо в голове. Ну, сами знаете, у него хвостик кушается, как бы, а голова выбрасывается, ибо голова полна вот тем самым, как бы, значит, она говорит, европейцы это креветки, как бы, вот, чтобы стать креветкой, как бы, нужно просто поменять критерии добра и зла, и вообще все забыть, и все перепутать, и вообще во всем не разобраться. Я к чему это говорю? К тому, что такая интересная информация пришла. Есть такой Генри Сардарян, молодой профессор МГИМО, декан факультета там политологии, и от него информация-то вышла на одном из круглых столов, а потом она попала к Михалкову в Бесогон, и Никита ее разогнал еще по эфиру, и я хочу под усилий, так сказать, как трансформатор, значит, передать этот сигнал дальше. Дело в том, что гуманитарная школа находится под серьезным прессом идеологическим, по сути, манипулируемо в ручном режиме из-за рубежа, например, из Англии. Очень простая схема. Человек заключает контракт с вузом, преподаватель, а также ему зарплата начисляется по степени его там маститости в своем предмете, и он хочет иметь публикации в соответствующих там печатных, и все это попадает под некие рейтинги, на основании которых его, собственно, и берут на работу, и начисляют ему зарплату. И вузы тоже, значит, согласно неким рейтингам, получают финансирование там государственное или грантовое. И еще там много разных там примочек и пряников существует в связи с тем, что это все оценится по неким рейтингам. И вся эта каша рейтинговая, значит, она еще заводится теперь в среднюю школу. Она тоже будет оцениваться по рейтингам, которые разработали, значит, не у нас, которые имеют разработчиками там граждан Великого Королевства, Великобритании. И, соответственно, они могут вручном режиме манипулировать нашими преподавателями и целыми учебными заведениями гуманитарного направления. Им это важно. Они дают им те, говорят, хочешь там выше зарплату, там, или ученую степень, там, или подняться в рейтинге вузу. Значит, напишите, пожалуйста, там ряд статей там на тему смены пола, там, какого-то там гендерных там проблем, там, мигрантов, там, ЛГБТ, там, БЛМ, там, ды-ды-ды, бу-бу-бу. И люди, по сути, на крючке, на банальном денежном интересе, там, или на тщеславии, там, еще на чем-то такое, они просто повисают, как рыба пойманная и вытащенная наружу, и работают над дядю. И это касается огромного поля гуманитарной сферы. Значит, мы просто можем потерять мозги, а с мозгами людей, а с людьми всю страну, как бы в ближайшие поколения. Одно-два. А вот недавно я просматривал в очередной раз там ряд документальных фильмов о русском зарубежье, а там попадали люди и на язычную, и на славную, и на культурную среду, агрессивную среду. Там можно было очень быстро раствориться в этой среде русскому человеку. Ну, если знаешь французский, как бы знаешь, можешь русский забыть через два года в Париже. Для того, чтобы остаться русскими, они должны были воспитывать детей специфически и самим употреблять некоторые внутренние усилия. Так вот, что они делали? В различных колледжах, гимназиях, кадетских школах и школах обычных, и пансионах, там, разных для молодежи, детей русских, они учили, во-первых, закон Божий, во-вторых, русскую грамматику, русскую литературу, как потерявшие, значит, потерявший плачем, как бы, как потерявшие, они особенно остро чувствовали язык Гоголя, значит, и грандиозность Толстого, и глубину Достоевского, все это очень чувствовалось. Ими они хорошими специалистами русского языка были, русской литературы. До сегодня дожили там 90-летние старички и старухи, они бодренькие, как молодые юнкера, в них юнкер угадывается, или, например, какая-нибудь там девушка из пансиона благородных девиц, до сих пор это благородство в них есть. У них очень красивая поставленная речь, пушкинская речь. Закон Божий, повторяю, русская литература, русский язык, русская история, непременно, русская история, вот от Рюриковича, значит, до сегодняшнего дня, ну, там, география, там, всякое такое, вот это корпус необходимых предметов для того, чтобы сформировать русское сознание, православного русского человека, который будет работать столетиями, и еще многие льды проломит, и многие стены снесет. А иначе получается, что английские кукловоды ловят наших либо простаков, либо агентов в свои какие-то такие, значит, алгоритмы заводят их, и оценивают, и оценочной системой сулят им копейку, и, по сути, формируют гуманитарное образование в нашей стране на многие годы вперед. Это катастрофа, это свинство. Как говорил не очень хороший, так сказать, для цитирования, автор такой, Венедикт Ерофеев, ну, как он, очень хороший, просто он по жизни был не очень хорошим примером, он говорил, что в меня налили много всякой бурды, но я ее выблевал двумя пальцами, два пальца в рот и наружу, а пальцами были русская поэзия и Святой Евангелие. Вот я вам рекомендую, возлюбленные о Господе, выблевать из себя всю ту бурду, которую вливают в вас, всякие разные люди намеренно вливают, и за рубежа, и внутри, при помощи двух пальцев русской поэзии, русской литературы в широком смысле, и Святого Евангелия. Вот это русское образование. Надо бороться за гуманитарную сферу, иначе будет очень плохо. Мир вам.